МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Главный врач». У каждого в жизни есть главный врач, тот, кому можно и нужно доверять. И задавать вопросы. Вы тоже можете задавать вопросы и получить ответ от главного врача больницы имени Боткина Дениса Гусева, с которым мы встречаемся в эфире каждую неделю. Гериатрия – это медицина пожилого возраста. Геронтология – это наука для того, чтобы продлить этот возраст. Но задача не просто продлить возраст, а сделать этот возраст активным. Сейчас бы хотели немножко поговорить о гериатрических кабинетах, то есть амбулаторной гериатрической помощи, насколько она важна, нужна. Важна, нужна. Большинство людей обращается в первую очередь к участковому врачу-терапевту. Он обосновывает дальнейшее направление в кабинет врача-гериатра либо в районное гериатрическое отделение. Что такое гериатрическая помощь и как получить ее в Петербурге? Почему именно наш город называют флагманом в этом направлении медицины? Об активном и здоровом долголетии мы будем говорить сегодня. Я приглашаю в студию Максима Юрьевича Кабанова. Максим Кабанов – начальник госпиталя для ветеранов войн. Главный внештатный специалист-гериатр комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Доктор медицинских наук. Профессор. Максим Юрьевич, во многих странах в начале октября, в том числе и в России, конечно, отмечается День пожилого человека. Вот почему очень важно обращать особое внимание на эту категорию? Я бы сказал, что это не пожилой человек, а человек серебряного возраста. Очень хорошо бы дожить до возраста серебряного, это 60+. Этот возраст обозначен гериатрией. Что такое гериатрия? Гериатрия – это медицина пожилого возраста. Геронтология – это наука. Для того, чтобы продлить этот возраст. Но задача не просто продлить возраст, а сделать этот возраст активным. Поэтому есть программа «Старшее поколение. Активное долголетие», которая в настоящее время внедряется и продолжает в работе. Максим Юрьевич, а само понятие пожилой человек как-то извинилось в последнее время или нет? Нет. Существует классификация ВОЗ, она распространяется на все страны мира. И если мы говорим о гериатрической помощи, мы говорим о том, что это гериатрическая помощь с возраста 60+. Амбулаторная помощь оказывается одним гериатром на 20 тысяч населения. Стационарная помощь одним гериатром на 10 тысяч населения, если мы говорим стационарную и круглосуточную помощь. Сколько в Петербурге сейчас пожилых людей? Есть такая статистика? Да, конечно, есть статистика. Пожилых людей порядка 1 374 000. Если быть более точным, можно обратиться к статистике Росстата, конечно. Но мы исходим все-таки из 1 400 000. Ну да, такая цифра и звучит. Так и есть. Что такое гериатрический пациент и чем он отличается просто от пожилого человека? Гериатрический пациент – это пациент, у которого выявлены признаки возрастной астании. Возрастную астанию выявляют на приеме у участкового терапевта шкалой возрастной помехы. Это простейшая шкала. Ну, для примера я приведу одну из позиций этой шкалы. Это, например, просят нарисовать циферблат часов и время, например, 13-45. Ну, человек без каких-то когнитивных проблем, безусловно, это нарисует. Если у человека есть какие-то возрастные изменения сосудистого характера головного мозга, то есть уже нюансы, когда человек рисует уже и не циферблат, уже и не цифры, и не то время. Соответственно, участковый терапевт может заподозрить у такого пациента либо приостыню, либо остыню возрастную. И этот пациент направляется уже к гериатру. Гериатр проводит уже углубленное обследование такого пациента на предмет возрастной оценки когнитивных расстройств в первую очередь. Если наличие саркопении, это когда идёт снижение мышечной массы, признаки деменции у пациента, ну и многие такие моменты, как, например, шаткость походки, соответственно, возможность падений, наличие остеопороза, то есть такой комплекс обследования. Но в основу, конечно, комплекса обследования лежит шкала, оценочная шкала, опять же, это комплексная гериатрическая оценка пациента. Она более углублённая, чем у терапевта по месту жительства и позволяет определить все те позиции, о которых я сказал. А можно ли самостоятельно с остыней справиться пациенту, наладить режим питания, режим дня, как-то что-то поменять в своём образе жизни? Остыня в большей степени – это тема, которая касается изменения сосудистого русла головного мозга, приводящего уже к изменениям в виде появления деменции, прогрессирования деменции, то есть изменения когнитивных качеств человека. Поэтому мы говорим о том, что лучше профилактировать остынию. Справиться с ней, конечно, безусловно, можно пытаться на ранних стадиях, что и делают гериатры путём координации действий врачей-специалистов по разным направлениям и профилям. Мы подготовили небольшую справку о гериатрической службе Петербурга. Уже 30 лет в Петербурге работает трёхступенчатая система гериатрической помощи. Первый этап – районные поликлиники. Врачи-терапевты выявляют заболевания и направляют пациента для получения помощи в гериатрические кабинеты. Они есть в 37 поликлиниках или в один из 10 дневных стационаров. При этом в 15 поликлиниках Петербурга есть свои гериатрические отделения. Если на втором этапе выяснится, что нужна дополнительная помощь, пожилым людям предложат получить её в стационаре. В этом году пять городских больниц увеличили количество круглосуточных коек геронтологического профиля. И к концу года их будет уже 297. Закуплено около 600 единиц медицинского оборудования для реабилитационных центров. Базовыми в структуре гериатрической службы стали городской гериатрический медико-социальный центр и госпиталь для ветеранов войн. Здесь с 2018 года работает реабилитационный центр для пациентов старшего возраста. В прошлом году госпиталь запустил уникальный проект замкнутого цикла лечения переломов шейки бедра. От госпитализации до реабилитации. Максим Юрьевич, а специалистов-то хватает? Сколько вообще гериатров у нас в городе? Ну, ведь, Денис Александрович, специалистов много не бывает. У нас 37 кабинетов гериатрических, 15 дневных отделений при поликлиниках и 5 стационаров круглосуточного пребывания пациента. Произошло омоложение гериатрической службы и средний возраст гериатра, действующего 47-45 лет. Это очень хорошо. У нас две кафедры Северо-Западного государственного университета готовят гериатров. Это кафедра гериатрии и среднего медперсонала. И вторая кафедра – это кафедра семейной медицины. Но, тем не менее, ведь, чтобы стать гериатром, нужно получить первичную специальность терапевт. И только уже из терапевта можно становиться гериатром. Если мы говорим все-таки не просто о гериатрии, как о координационной специальности между специалистами всех направлений, в том числе и между медициной и социальной службой. Почему? Потому что основная задача на этапе стационарной помощи – выявление возрастной астонии или в поликлинике. Как мы уже говорили, это при первичном осмотре участкового терапевта. Но, тем не менее, мы акцент делаем еще и на пациентах, одиноких и одинокопроживающих. Почему? Потому что им, как никому, наверное, другому, нужна помощь гериатра или социального работника для того, чтобы правильно прием препаратов осуществлялся, патронаж на дому осуществлялся. Контроль. Если мы выполняем, например, высокотехнологичные методы какого-то вмешательства, как уже в фильме говорили о том, что в Господе ветерановой программа, которая поддержана правительством города Санкт-Петербурга, профильным комитетом, это оказание медицинской помощи в первые 48 часов максимум пациентам с переломом проксимального отдела бедренной кости. И, соответственно, если мы выполняем таким пациентом такие операции, как эндопротезирование тазобедренного сустава или металлоустовый синтез, вертлужная впадина тазобедренного сустава при показаниях, естественно, то такой пациент, пройдя этап реабилитации, да, мы закончили или замкнули цикл оказания медицинской помощи, пациент уходит по тросточку, вот, например, самому старшему пациенту 106 лет, женщина, которая с тросточкой ушла в социум, но, тем не менее, сопровождение на дому таких пациентов обязательно, особенно профилактика повторных падений, повторных переломов, мы должны понимать, есть у пациента остеопороз или нет. И сейчас программа, которая запущена в городе Санкт-Петербурге пилотным проектом, нигде в регионах, в принципе, есть этапы этой программы, но такого вот цикла замкнутого, как у нас, нет нигде. С Северо-Западным государственным медицинским университетом с профессором Лесняк Ольгой Михайловной, это главный специалист по остеопорозу, мы занимаемся профилактикой повторных падений путем введения препаратов, которые позволяют аккумулировать кальций в кости и таким образом профилактировать повторные переломы. Понятно. Максим Юрьевич, ну вот вы уже начали рассказывать про работу на вашем учреждении, естественно, Госпитали ветеранов войн, который является одним из гериатрических центров. Вот у нас есть гериатрические центры, есть гериатрические кабинеты. Я правильно понял? Мы акцент делаем на центре гериатрической медицины, потому как средний возраст у нас пациента 80-84 года. Да, безусловно, пандемия немножко омолодила наших пациентов, потому как мы принимали из города практически всех, в том числе и молодых людей. Но тем не менее, средний возраст нашего пациента это 80-84 года. И все виды помощи, которые мы оказываем нашим пациентам, это и кардиологическая помощь, и кардиохирургическая, ортопедо-травматологическая, простохирургическая, терапевтическая, неврологическая и прочее, прочее, прочее. Мы акцент делаем на пациента пожилого старческого возраста. Поэтому, конечно, в большинстве своем это мультидисциплинарная бригада, куда обязательно входит гериатр для коррекции назначения, в том числе и передачи информации тем же самым социальным участковым. И дальше, соответственно, курация наших пациентов в процессе лечения. Но тем не менее, мы говорим о центре гериатрической медицины. Городской гериатрический центр у нас это первый центр в России. И сейчас, безусловно, необходимость в каждом регионе, чтобы присутствовал городской гериатрический центр. Но наш городской гериатрический центр это флагман. Он появился в 1994 году. И он является первым городским гериатрическим центром в России. Как и, в принципе, гериатрия и геронтология, она в истоке, это город Ленинград. Родом из Ленинграда. Родом из Ленинграда, да. Максим Юрьевич, а как попадают пациенты в Ваше учреждение? Направление из поликлиники получают? Каков маршрут? Маршрут очень простой. Да, это, безусловно, направление из поликлиники. Соответственно, лечащий врач или врач поликлиники, он должен обязательно известить через наш колл-центр о том, что пациент такой-то, такой-то будет поступать с таким-то диагнозом в плановом порядке. В колл-центре записывается на плановую госпитализацию такой пациента. И он поступает по профилю, который ему необходим. Если мы говорим о неотложной экстренной помощи, то акцент по маршрутизации и логистике уже сделан на пациента пожилого возраста. И, соответственно, таких пациентов везут в большинстве своем к нам. Но, опять же, в зависимости от того, какое заболевание. Почему? Потому что мы должны понимать, что с острым коронарным синдромом с севера города не повезут. Почему? Потому что мы знаем принцип золотого часа. И, безусловно, такого человека повезут по короткому плечу эвакуации в любой стационар, кто занимается оказанием такой помощи. Да, в ближайшей, чтобы оказать эту помощь. Но потом мы таких пациентов можем брать на реабилитацию по направлению острого нарушения мозгового кровообращения, ортопеда, травматология. И, соответственно, кардиологические пациенты после традиционных кардиохирургических вмешательств или после кардиостентирования. Все те, кто имеет реабилитационный потенциал. Алексей Ильич, ну вот поток идет, да? Все возрасты, как Вы сказали, 80-85+. А кто из этих пациентов попадает все-таки на гериатрическую койку? На гериатрическую койку попадают пациенты, которые уже гериатрами поликлиник направляются к нам. У нас три структурных подразделения. Основная площадка, где оказывается помощь, специализированная высокотехнологичная помощь, это Народная улица. Центр реабилитации – это Елизарова, 32. И Старорусская А3 – это центр лечения жителей блокадного Ленинграда. И именно на этой площадке у нас есть реабилитационное отделение. Мы открыли в 2021 году 40 коек. Это впервые было в госпитале ветеранов «Воин открыты». И сейчас мы прогрессивно увеличиваем коечный фонд гериатрического отделения, потому как нуждаемость госпитализации пациентов пожилого старческого возраста имеет место быть. И поступают туда пациенты, как я уже сказал, так же, как и во все пять стационаров города Санкт-Петербурга. Ну, за исключением нюанса есть. Кронштадтского стационара – это больница Иоанна Кронштадтского и, соответственно, первая городская гериатрическая больница. Почему? Потому что Кронштадтская относится к Кронштадту, к району. Это районная больница. К Выборгскому району – это первая гериатрическая больница. Туда поступают пациенты только из этих районов. В городской гериатрический центр, в больницу Семашко и в госпитали ветерановой поступают пациенты из всех районов по направлению поликлиник, уже гериатров поликлиник, когда выявлена возрастная астания, и если этот пациент нуждается в стационарном лечении. Вот сейчас мы используем термин «активное долголетие». У истоков геронтологии стояли те, кто искал рецепт вечной молодости. Давайте посмотрим исторический сюжет. Боги Древней Греции вкушали дающую молодость амброзию. В Иране Заратустра восхвалял напиток из конопли и мухомора. Фараон Рамзес II для продления жизни жевал табак, а его подданные – чеснок и два раза в месяц – рвотное. Молоко с вином и массаж, разгоняющий частицы в теле – рецепт врача Асклепиада. Гиппократ предлагает физкультуру, горячие ванны и диету. Спать между двумя молодыми девами, чье дыхание дает молодость, советует Авиценна. По его рецепту младенцами окружали себя и Клеопатра, и Чингисхан. В средние века внутрь натощак применяли кровь. Не гнушались этим Людовик XI и герцог Альба. Люди верили – старость остановит глотание драгоценных камней и золота, а астрологи и шарлатаны активно торговали амулетами и предсказаниями. Английский мыслитель XIII века Роджер Бекон считал, что продлить наши дни можно, заменив жидкости в теле. Старые изгнать слабительным, а новые получить, приняв ванну с травами. В XVI веке Парацельс предлагал серу, продлевающую жизнь до 600 лет. Сам умер, правда, в 47. В XIX веке физиолог Браун Сикар проводит на себе не очень удачные опыты с тестостероном. В 1903 год Илья Мечников вводит новый термин – геронтология, наука о старости и борьбе с ней. По его теории, долголетие подарят кисломолочные бактерии. В 20-е годы хирург Серж Воронов, прообраз булгаковского профессора Преображенского, проводит пересадку половых желез обезьяны. Клеточная терапия Пола Ниханса в 50-х годах привлекает в его клинику звездных пациентов. Чарли Чаплин, Марлен Дитрих, Черчилль и Шарль де Голь едут на Женевское озеро за инъекцией клеток эмбриона ягненка. В 1998 году американские ученые открывают стволовые клетки. Их пересадка становится последним писком – модным и очень дорогим способом продлить молодость. Максим Юрьевич, понятно, что у наших пациентов с возрастом проблем со здоровьем только прибавляется. Профилактика каких заболеваний более важна у людей пожилого возраста? Если бы человек с рождения не употреблял фастфуд, не пил алкогольные напитки в немеренных количествах, не сидел на диване у телевизора, а занимался сигаретой. Много есть тех предметов, которые укорачивают нашу жизнь, и к некоторому периоду жизни человек понимает, что нужно что-то делать, он идет к врачу. При этом у него избыточный вес, у него болят суставы, у него хроническая сердечная недостаточность, и многие-многие другие вещи, если он не перенес остого инфаркта миокарда, нарушение мозгового кровопрощения. Ну, вывод иди, надо беречь здоровье с молоду. Поэтому, когда уже приходит определенный возраст, профилактировать что-либо уже сложно. Но, безусловно, профилактика падений, например, должна быть. Почему? Потому что при изменении питания головного мозга на фоне генерализованного тросклероза, безусловно, бывает и шаткость походки. Человек молодой может совершенно спокойно ходить по ковровому покрытию, не запинаясь ногами за какие-то там выступающие поверхности у пожилого человека, с этим сложнее. Опять же, профилактика, безусловно, остеопороза. Мы должны акцент сделать, что у женщин в пять раз чаще, чем у мужчин бывает, нарушение. Кальциевого обмена, соответственно, возникает хрупкость кости, что способствует переломам, и в первую очередь, переломам максимального отдела бедра. Ну, безусловно, профилактика сердечно-сосудистых заболеваний – это активность. И когда мы говорим о профилактике деменции, мы должны понимать, что человек, несмотря на свой возраст, должен знакомиться с чем-то новым. А именно, ходить в какие-то пешеходные прогулки по новым маршрутам, изучать стихи, которые он, например, не читал, не запоминал. Разгадывать те же самые кроссворды, сканворды, все что угодно. Рекомендуется изучение иностранных языков, то есть все то, что тренирует головной мозг. Вплоть до того, что правша должен перейти на леворучное описание – это тоже, в общем-то, профилактика коммунитивных изменений. Но, как в писании написано, возраст человека должен быть 120 лет – это однозначно. И, в принципе, наверное, мы бы могли этого достичь, если бы соблюли все те нормы и позиции, заключением, конечно, экстренных ситуаций, мы не говорим о травмах, мы не говорим о каких-то экстренных заболеваниях, которые могут приводить к укорочению жизненного пути, то, скорее всего, мы бы, наверное, обжили долго и счастливо. Ну, вот, наверное, на этой такой позитивной ноте, да? На ноте, которую мы назовем «Есть к чему стремиться». Да, 120+. Да. Василий, спасибо огромное. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Ирина, спасибо. Сейчас бы хотели немножко поговорить о гериатрических кабинетах, то есть амбулаторной гериатрической помощи, насколько она важна, нужна. Важна, нужна. Большинство людей обращается, в первую очередь, к участковому врачу-терапевту. Он обосновывает дальнейшее направление в кабинет врача-гериатра либо в районно-гериатрическое отделение. Что такое психология старения? Психология старения, она занимается вопросами поведения и восприятия мира пожилыми людьми. Какие заболевания принято считать возрастными? Какие исследования входят в диспансеризацию пациентов после 60? Как и кому оказывает помощь социально-участковой? Об этом мы будем говорить с моим коллегой, врачом-гериатром. Я приглашаю в студию Дмитрия Леонидовича Лагунова. Дмитрий Лагунов. Врач-гериатр, врач-уролог. Заведующий районным гериатрическим отделением Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Врач высшей категории. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Пожалуйста. Спасибо, что приехали к нам. Дмитрий Леонидович, мы уже начали говорить о вопросах организации гериатрической службы в нашем городе. Сейчас бы хотели немножко поговорить о гериатрических кабинетах, то есть амбулаторной гериатрической помощи. Насколько она важна, нужна? Вот каково ваше видение этой проблемы? Важна, нужна. Дело в том, что большинство людей, проживающих на территории врачебного участка, обращаются в первую очередь к участковому врачу-терапевту. Участковый врач-терапевт проводит диагностику при помощи диагностического опросника возраст, не помеха, для выявления старческой астении при астении. Тем самым он обосновывает дальнейшее направление в кабинет врача-гериатра либо в районное гериатрическое отделение для дальнейшего обследования диагностики непосредственно уже врачом-гериатром. 100% людей, 60+, проживающих на территориальном участке, должны быть обследованы при помощи этого диагностического опросника. И поэтому, в первую очередь, это все ложится на плечи участковых врача и медсестры. Также диагностику может проводить социальный работник и заинтересованные родственники, для того, чтобы в дальнейшем обосновать направление к врачу-гериатру. Понятно. То есть это установленным порядком раз в год? Раз в год положено проходить врача-гериатра при наличии показаний. Как проходит диагностика в поликлиниках Петербурга? И в чем важность такого исследования, как денситометрия? Ну, знаем из сюжета. Наша съемочная группа побывала в поликлинике 78. Врач-гериатр лечит не отдельную болезнь. Он помогает решить комплекс проблем со здоровьем, которые связаны с возрастными изменениями организма. К гериатру можно обратиться самостоятельно, пациенту, который старше 60 лет, если у него есть более двух заболеваний, у которого есть нарушение памяти, когнитивное нарушение, проблемы с самообслуживанием, или он испытывает общую слабость и снижение физической активности общей. Гериатр проверяет психологическое состояние пациента, сохранность памяти, когнитивных функций, эмоциональный фон и наличие возрастных изменений психики. Для этого проводят различные тесты. Например, пожилого человека просит нарисовать часы и указать на них конкретное время. Например, 15 минут шестого. Также стрелочки получаются одну на час, одну минутную. Вот так вот, что ли. Угу. Еще вторую стрелочку. Пройтись по коридору на время – тоже тест. Так оценивают общее физическое состояние пенсионеров. Вам нужно будет пройти по коридору, начиная с главной красной линии до последней красной линии. А я буду засекать время. Вы пройдете туда и вернетесь ко мне. Состояние костной системы проверяют с помощью денситометрии. Это исследование показывает уровень кальция, плотность и структуру костей. Метод основан на использовании излучения, которое задерживается в тканях с плотной минерализованной структурой. На этом же аппарате проводят другое исследование. Определяют вес мышц и скорость обмена веществ. Это вес человека без жировой ткани. Важно для предназначения лечения, когда препарат на килограмм должен быть строго рассчитан. Так вот, из-за того, что жировая ткань мало поглощает лекарственных препаратов, ее нельзя учитывать. По идее, нужно рассчитывать как раз на сухой остаток. Еще при этом определяется индекс массы тела. Что, по идее, каждый человек должен знать, нужно ухудеть или поправляться. После обследования врачи назначают лечение. Причем гириатор так его оптимизирует, чтобы пациент принимал не больше пяти видов лекарств одновременно. Также в гириатрическом отделении проводят занятия ЛФК. Работают подобные центры практически во всех районах Петербурга. Дмитрий Леонидович, вот мы уже и с Максимом Юрьевичем обсуждали, и всю жизнь сейчас мы увидели, что пожилым людям делают денситометрию. Насколько это распространено везде, ли это всем, ли это обстоит вопрос? Денситометрия является важной при диагностике остеопороза, остеопении, а также используется для диагностики снижения мышечной массы тела. Гириатор по результату проведения комплексной гириатрической оценки направляет на это исследование практически всех обратившихся за медицинской помощью. И по результату уже возвращается для получения дальнейших указаний и рекомендаций по лечению и наблюдению данного состояния. Практически во всех амбулаторных учреждениях это исследование доступно для населения. То есть есть аппаратура, да? Есть аппаратура, есть, соответственно, все условия для выполнения этого исследования. Ну вот мы уже говорили о том, что женщины чаще подвержены остеопорозу, а вот в каком возрасте, может быть, профилактически важно пройти такую диагностику? К врачу-гириатору обращаются люди старше 60 лет, и практически всех людей мы направляем на... То есть раньше не надо, там, в 50, в 55, допустим, женщине... При диспансеризации. А, при диспансеризации рекомендуется тоже, да? Рекомендуется направлять, но это не каждого человека направляют на это исследование, а мы, наоборот, всех, всех максимально приходящих к нам на приём направляем на это исследование. Понятно, у вас это уже в порядке оказания помощи. Да. У нас есть видео-вопрос, давайте послушаем. Скажите, можно ли пожилому человеку для профилактики остеопороза принимать кольцы? Все назначения даёт лечащий врач по показаниям, поэтому необходимо предварительно получить консультацию врача. Самостоятельно принимать не надо. Любой лекарственный препарат не стоит принимать самостоятельно, нужно обратиться к исследованию. Да, даже такой, казалось бы, безобидный, даже полезный. А вот какие ещё возможности есть у поликлиник в плане гериатрической помощи? После проведения комплексно-гериатрической оценки самого пациента гериатор направляет на дообследование либо уже на коррекцию выявленных гериатрических синдромов, либо лечение. Как правило, пациент направляется к психотерапевту, врачу-неврологу, получает лечение у инструктора ЛФК. Существуют как индивидуальные, так и групповые занятия лечебной физкультурой. Массаж, дневной стационар, ну и при необходимости, при наличии показаний, направляются на гериатрическую койку в стационарное медицинское учреждение. Можно ли на дом вызвать специалиста? Как правило, после посещения участковым врачом, при наличии показаний... И невозможности посещения. И невозможности посещения, да, очно. Специалист может подъехать, посмотреть. Да, с этим проблем нет. Специалист подъезжает и при необходимости наблюдает. Также может подойти и патронажная медсестра, которая также осуществляет контроль лечения за пациентом. А вот мы знаем, что есть такая служба социальных участковых в нашем городе. Кто это такие? Как взаимодействие с поликлиниками осуществляется? Опять же, после проведения комплексной гериатрической оценки, при наличии показаний, мы даем координаты социальных участковых. Сам пациент непосредственно связывается с социальным участковым, после чего они выходят на дом, составляют все необходимые бумаги о дальнейшем взаимодействии и прописывают индивидуальную программу реабилитации уже непосредственно с их участием. Вот эта программа социальных участковых, она финансируется из городского бюджета, правильно? Конечно, да. Какой человек стареет быстрее, а какой медленнее? Вот на ваш взгляд, профессионально, с чем это связано? Ну, очень важно выявлять ранние когнитивные нарушения. Это многое, что зависит в дальнейшем повседневной жизнедеятельности человека. Само отношение к жизни, к болезни. Образование как-то влияет? Образование влияет. Кто стареет быстрее? Люди со среднеспециальным образованием, как правило. Есть такие статистические данные. Важно, как родственники относятся, какое взаимодействие с родственниками. То есть человек ощущает себя брошенным, неброшенным. Из этих всех небольших факторов, невесомых, как нам покажется, складывается общая картина поведения человека и отношения к самому себе и к своей проблеме. Потому что часто пожилые люди остаются одни со своими проблемами, не знают, как их решить, боятся попросить помощи. Ну и на этом фоне начинаются какие-то ухудшения. И когнитивные, и просто может развиться та же самая депрессия. Физические все проблемы, да. Мы решили спросить у горожан, в чем, по их мнению, секрет долголетия. Давайте послушаем, что они нам ответят. Там как судьба положена, так и есть. От человека многое зависит, конечно, да. Но в принципе от человека мало что зависит. В смысле долголетия. Окружающая среда, полезные привычки, полезное питание. Ну и гены тоже многое зависит. Правильный образ жизни, питание, спорт. Все вместе. Хорошая среда обитания. Медицина. И чистота. Вот, собственно говоря, раньше по 30 лет жили, сейчас по 80. Могу сказать только одно слово. В спорте. В правильном питании и хорошем настроении. Жить надо активно, тогда я буду жить долго. Здорово. И позитивно, конечно же. Да, ну молодежь хорошо разбирается, знает. По крайней мере, они об этом задумываются. Некоторые генетики считают, чтобы продлить молодость, нужно есть сладкого как можно меньше. Что скажете про такое мнение? Все должно быть в меру. Всего по чуть-чуть. Некоторые не могут упадетить без сладкого. Сладкое – это наркотик современный. Поэтому многие не могут отказаться. А вот какой китайский рецепт долголетия мы нашли в интернете? Развитие мелкой моторики. Да, мелкая моторика, в общем-то. Есть специальные даже наборы продаются разных. Тоже, кстати, с китайскими узорами. Да, 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 есть в этом смысл. Есть, конечно, есть, потому что это развитие мелкой моторики, это нагрузка на мозговую деятельность. И в комплексных центрах социальной защиты населения социальные работники проводят такие занятия. Это бисероплетение, вышивание крестиком. Да, вот эти простые… Вязание просто. Вязание. Главное делать это постоянно. Не один день, а постоянно, регулярно. Да. То есть такая системность, она должна быть. Мы вас благодарим за беседу и за ваши советы. Спасибо вам большое. Спасибо. Удачи в вашей работе. Возрастные изменения происходят в том числе и в головном мозге человека. В чем особенности психологического состояния пожилых людей? Поговорим об этом с медицинским психологом. Я приглашаю в студию Георгия Александровича Алексеева. Георгий Алексеев. Медицинский клинический психолог госпиталя для ветеранов войн. Здравствуйте, Георгий Алексеев. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Пожалуйста. Спасибо вам. Присаживайтесь. Георгий Александрович, вот есть такая статистика, что среди проблем старости только 20% физические, да, физиологические, а все остальное – это психология. Ментальная. Не так ли это? Знаете, чаще всего действительно складывается так, потому что тело у нас все-таки несколько вторично, а на первый план выходят умственные способности и вообще и познавание мира, восприятие мира. Поэтому с возрастом это может действительно несколько ухудшиться. В данном случае очень важно вовремя распознавать эти ухудшения. Ну, это касается как самого человека, так и близких, его окружение, семья, друзья. Георгий Александрович, что такое психология старения? Вот вы как специалист, объясните нам и нашим телезрителям. Психология старения, она занимается вопросами, соответственно, поведения и восприятия мира пожилыми людьми. Психолог в гериатрических центрах занимаются вопросами изучения как патологических состояний у пожилых людей, так и общего психологического фона человека. Потому что с возрастом у нас повышается и несколько тревожность, мы становимся более внимательны к себе. Люк Дали. Да, вот спорно доволен. Мне кажется, что реки, наоборот, иногда такие консервативные, уже начинают наплевательски относиться, в том числе и к здоровью, и к каким-то привычкам своим. Ну, что мне? Сколько мне осталось? Мне всё можно. Говорит больной с сахарным диабетом и там плетает конфеты. Вот такая психология, мне кажется, больше. Ну, здесь мы говорим о том, что человек либо закрывает глаза на какие-то проблемы для него очевидные, или же, скажем так, критика снижается, и человек их не воспринимает как проблему, как таковую. Здесь действительно есть проблемы. И вот как раз в гериатрических отделениях клинические психологи, психологи гериатрического спектра изучают и пытаются понять, как, соответственно, думает тот или иной человек, или в данном случае пациент. Но всё-таки вы медицинский психолог, то есть вы работаете непосредственно с пациентом, да? Чем медицинский психолог может помочь гериатрическому пациенту? Я работаю на отделении сосудистой неврологии. В основном мои пациенты – это пациенты, перенёсшие острое нарушение мозгового кровообращения, а в простонародье инсульт. И моя задача на этом отделении – в первую очередь провести оценку того состояния, которое у них сейчас есть. Я имею в виду когнитивные функции. Это память, внимание, мышление, синтезы, анализ информации, речевые функции. И, соответственно, выработать программу восстановления, если такое возможно. Реабилитация. Реабилитация, конечно. В любом случае к каждому пациенту индивидуальный подход, потому что и сами патологии могут отличаться друг от друга, хотя, казалось бы, проблема изначально одна, но её проявления во многом зависят от поражённых структур мозга. Но ведь и на взаимоотношения с родственниками это влияет непосредственно, вот эти новые состояния таких пациентов. Конечно. Вообще, если так подумать, человек вчера занимался своими повседневными делами, у него всё было хорошо, и тут вдруг по щелчку пальца всё поменялось. Буквально жизнь поменялась. Эта трагедия как для самого человека, поскольку он переживает это новое состояние, в котором либо ему нужно помочь адаптироваться, либо стараться восстановить те функции, которые были либо повреждены, утрачены, в зависимости от выраженности, соответственно, патологического процесса. Так помимо этого ещё и для близких людей, вчера это был их дедушка, их бабушка, папа, мама, а сегодня это может быть абсолютно другой человек, вот он просто их не помнит. И это, конечно, трагедия. И здесь очень важно работать с семьями пациентов, поскольку, во-первых, им нужно объяснить, что случилось, почему так произошло, и как с этим бороться совместными усилиями как врачей, так и родственников пациента. Вот какой вы даёте совет в таких случаях именно близким, как правильно выстраивать с таким человеком взаимоотношения? Во-первых, понимающие, поскольку меняется не только память, меняется и отношение к окружающим. Если до этого человек был относительно спокойный, сейчас он может ругаться, хамить, и его поведение значительно и разительно отличается от того поведения, которое было до этого. Здесь очень важно правильно поставить информацию для родственников, объяснить, почему это случилось, вот почему так реагирует их близкий человек. От понимания данной ситуации мы плавно переходим, соответственно, к объяснению того, как стоит вести себя, как правильно подбирать слова, какая интонация должна быть у речи, потому что в какие-то моменты человека нужно будет заставить что-то сделать, чтобы он сел, чтобы он начал двигаться, потому что нам нужно обязательно у пациента исключить гиподинамию, это отсутствие движения. А всё-таки вот возвращаясь к гириатрии, вот пациенты с деменцией, вот здесь какая-то помощь клинического психолога в плане профилактики её развития, в плане её коррекции. Вот тут расскажите нам, как обстоят дела. Конечно, нейродегенеративные расстройства, ну, в данном случае деменция – это всё-таки синдром, который относится к разного рода патологическим состояниям, и мы должны обговорить, что он не возникает молниеносно. Это всё-таки процесс, который нарастает в течение определённого количества времени, всегда по-разному, это от многих факторов зависит. Всегда необходимо делать определённого рода скрининг, то есть, иначе говоря, наблюдать за своим родственником, если появляются какие-то нехарактерные поведенческие особенности. Вот примеры приведите, пожалуйста, потому что момент очень важный. Какие сигналы могут быть? Да, потому что люди замыливаются иногда, и могут не заметить. Вот что на что? В первую очередь – это нарушение гигиены. То есть человек перестаёт ухаживать за собой, перестаёт следить за собой. Помимо этого – нарушение социальных связей. Ему проще посидеть дома, он никуда не хочет уходить, не особо проявляет желание общения с родственниками, друзьями. Вроде как он участвует всё ещё, но уже несколько отстранён. От происходящего – это одни из самых громких звоночков. Это самые первые признаки того, что что-то происходит не так, поскольку мы существа социальные, и это неотъемлемая часть нашей жизни, и ни в коем случае нельзя давать человеку уходить и закрываться в этой ракушке. Помимо этого, существуют и более серьёзные проявления – это нарушение памяти, нарушение внимания. Узнавание, наверное. Узнавание, конечно. Оптика, пространственная дезорганизация. То есть вы вдруг заметили, что ваша бабушка, дедушка, папа, мама начали часто ронять посуду. Вы обращаете внимание на то, что движение и координация движений несколько ухудшилась. Причём с каждым разом оно происходит всё чаще и чаще. Опять же, повторюсь, это процесс динамический, и он развивается. Я имею в виду деменция. Деменция, независимо от того, чем она обусловлена. Понятно. Для профилактики деменции учить иностранные языки стоит? Если мы что-то учим, это уже плюс. Но другое дело и другой разговор – заставить своего близкого человека что-то учить. Вот здесь крайне важно, во-первых, чувствовать и общаться со своим близким. Потому что, ну, к сожалению, часто так бывает, что в семьях не очень хорошая атмосфера. И всё пускается на самотёк. Изначально нужно строить свои взаимоотношения таким образом, чтобы помогать, ну, ежедневно. Общением с близкими, звонками, заниматься организацией общения друзей между собой. Знакомых, друзья. Верно. Данные методы значительно улучшают состояние пациента. Здесь ещё важно вовремя вводить к специалистам. Если вы видите, что что-то не так с вашим близким человеком, ну, постарайтесь отвести его к тому же самому клиническому психологу. Они находятся в каждой поликлинике у нас в городе. К неврологу. Чтобы вовремя дифференцировать какие-то изменения. У нас есть видео вопрос, давайте послушаем. Скажите, если у пожилого родственника депрессия началась, как тогда ему помочь? К врачу обращаться он не хочет. Правильно будет понять и дифференцировать, депрессия ли это. Потому что астенические состояния, они всё-таки присущи. Но опять же, это скорее сделает специалист, поэтому надо своего близкого человека до этого специалиста довести. Всё верно. Это в любом случае очень серьёзные патологические состояния. Мы сегодня говорим о секретах активного долголетия. А вот как бы вы ответили на этот вопрос? В чём секрет? Самое главное – это активность. Движение жизни не зря сказано было. Сейчас к нам в студию придёт спортсмен, который увлёкся бильярдом уже во взрослом возрасте и более 50 лет только совершенствует навыки игры. Алексей Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте. Присаживайтесь. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Ну, вот, исполнилось 18 мая ровно 80 лет. 80 лет. Как вы себя ощущаете? Физически, ментально? Я как-то не задумывался о своём возрасте, поскольку мне помогают частые тренировки по бильярду, которым я увлёкся очень давно. Сколько лет вы уже занимаетесь? Ну, вот, бильярдный зал, Дом офицеров я пришёл, будучи студентом 4-го курса, 60 лет почти. Вот так вот? Да. Играем пирамиду. В основном русский спортивный бильярд. Русский бильярд. Да. Первый турнир я занял первое место. Это было мне 60 лет. Можно ли сказать, что ваш секрет долголетия – это увлечение бильярдом? Я думаю, не только бильярдом. Конечно, это спорт, который я любил с детства. Вот, будучи в пионерских отрядах, я очень любил и прыжки в высоту, и в длину, и метание гранат, и так далее. Я любил очень разные игры. И в шахматы я играл, и в настольный теннис. Но вот на бильярде – это такая игра, которая для нас, вот, людей старшего возраста, наиболее, так сказать, подходит. Вот, кстати, в Норвегии были проведены исследования, которые доказали, что это один из самых популярных видов спорта среди спортсменов 60+, скажем так. Да, потому что нетравматичный, но при этом все равно же требует физической нагрузки определенной. Конечно, конечно, выносливость должна быть. Мы проходим много, большое расстояние. Кругов. Мало того, мы мыслим все время, ставим какие-то задачи, вот, как шутят мои друзья, подсыпаем яду сопернику, чтобы, как сказать, сложнее была комбинация. Вот, это и математика, и шахматы, и то есть… И удовольствие. И удовольствие огромное, конечно. Удовольствие – азарт. И общение – это тоже важно. Конечно, все равно общаетесь с друзьями. Я только вот вернулся из международного турнира ветеранов по русскому спортивному бильярду из Анапы. Там проводился финал таких соревнований. Я там участвовал. Какое у нас место? Я был, правда, самый старший, но я был где-то, там порядка 100 человек, где-то в 16 человек я попал. Ну, здорово. Но нам бы хотелось, чтобы в каждом районе были бы секции бильярдные для пожилых людей. И чтобы они могли ходить и не платили бы за время, будет много желающих. И, естественно… Популяризация будет. Да. А вот действительно много желающих среди ваших сверстников, да, играть? Ну, вот в моей группе было, я участвовал в турнире, было порядка 10 человек. 80 плюс. Вот. А там огромное количество – 70 плюс. Давайте к специалисту тоже обратимся. Получается, что и нетравматичный, и при этом постоянно человек должен думать. Да, здесь не просто так. Психология. Конечно, это и расчет, и концентрация внимания постоянная. Это вот как раз то, о чем я и говорил. Ваши близкие поддерживают ваше увлечение? Да, как же. Я давно занимаюсь уже. Ночата ждут, когда я принесу очередную грамоту, призы, соревнования. Сами уже играют с дедушкой? Начинают уже понемножку, да. Но главное у них сейчас пока учеба. Спасибо. У них есть замечательный такой пример. Спасибо вам большое. Желаем вам спортивных успехов и новых кубков. Спасибо. И здоровье самое главное. Это главное. Было здоровье. Тогда будут и кубки, и все на свете. Вам тоже спасибо огромное за беседу. Спасибо огромное, да. Удачи вам в работе, чтобы ваши пациенты тоже... Вас радовали. Радовали вас, да. Спасибо большое, что пришли к нам. Важное здоровье сложно переоценить. Если что-то беспокоит, не теряйте времени. Обращайтесь к врачу. У современной медицины огромные возможности. Очередной выпуск программы «Главный врач» завершен. Будьте здоровы. Смотрите нас каждую неделю. Всего доброго и до встречи.